Я скажу с точки зрения, как артисты. Мне очень понравилось нововведение именно в этом году, что сделали такое официальное голосование именно телезрителей, и всё это показывалось. То есть все видели оценки именно телезрителей, не только мнение жюри и оценки жюри, а именно телезрителей. Тем самым, я так поняла, что по голосованию телезрителей песня Лазарева, нашего Сергея, должна была занять первое место, потому что голосов было действительно больше, чем у профессионального жюри. Там даже некоторые страны вообще не поставили. Я уже потом помониторила, посмотрела. Но это, как говорится, политический аспект. В том плане, что сделали именно голосование жюри, это показало то, что именно нравится народу. Именно какая песня понравилась народу. Это же конкурс песни. В первую очередь это Евровидение, это вокальный конкурс, это песенный конкурс. То есть песню надо было показать. Я бы не сказала, что у Лазарева была там яркая песня. Это уже, как это мое мнение, сугубо личное, как музыканта, как профессионального артиста. Но само шоу было, конечно, на высоком профессиональном уровне сделано. Я ничего не могу сказать. Все четко он сделал. Как говорится, голос не дрожал, спел уверенно. Даже куплет мне где-то понравился. Он более мелодичный. Припев, конечно, не очень. Такой постсоветский привет из 90-х. Ну, это вот я просто чисто как музыканта говорю. Но, в принципе, песня неплохо так прозвучала. Опять же, повторяю, шоу прекрасное. У Джамалы мне не понравилась, честно говоря, вообще песня. Потому что она была странно, что, грубо говоря, мусульманская женщина участвует за Украину. Но это, опять же, политический аспект. Мне не понравилась песня в том плане, что вот этот кусок был национальный, вот этого вокализа, что она его вставила. Ну, то есть украинского там, как говорится, мелодизма не было. Вот я в этом могу отметить. Если что касаемо, опять же, песни, именно участника от Украины. Ну, понятно, что у нас тоже не на русском он пел. Но все равно просто зрительское голосование показало именно то, истинное предпочтение, то, что нравится народу. Вот. И вот это мне очень понравилось, что это было как бы, ну, по чесноку. А то, что там уже вот суммировались баллы этого жюри, это уже, как говорится, это такое, ну, может быть, это куларная игра там, или там, не знаю, может быть, даже политическая. Я не буду власть в эти политические расприя, просто комментирую то, что вот я вижу, и то, что происходит. То есть мне в политике равных нет. Ну, как бы вот так. Если вдруг спросят, а что там, почему дали Украине, я не считаю, например, что песня была ярче. Да, она очень классная, профессиональная вокалистка, Джамала, я ее знаю прекрасно. Вот. Но сама песня меня не вдохновила. Песня, я считаю, что народ на нее, как говорится, ну, не пойдет на эту песню, не поднимут ее наверха и в хиты. То есть там нет. Тем более вот этот вот, опять же говорю, национальный, колоритный мелодизм, который включили в песню, не знаю, что они этим хотели показать, я не буду говорить вслух, но от Украины это как бы никак не пахло именно музыкальным, национальным излюблением. Подытоживая, да, что Сергей, конечно, единственный, вот я не знаю, почему там Юрий Лоза против, там его, да, что он там американизированный, это Серега, почему надо было бы петь на русском. Я просто вот реально могу сказать следующее, что на русском, если бы он спел, ну, хоть какую бы ты песню не спой на русском, хотя мало ли что, да, опять же, зависит от музыкального материала. Но не выиграет на русском языке первое место на евровидение, даже с самого названия евровидение. Всё равно песенный язык, он ближе, ну, как, он на английском легче всего петь, он действительно как бы мелодически ложится на все умы, на все нации, что ли, на английском языке. Одно дело, о чём человек поёт, вот это другое дело. Поэтому я считаю, что Серёга, он действительно классно спел, очень качественно спел во всяком случае, ну, наконец-то научился петь живьём, я знаю, как он пел раньше живьём. Вот, здесь он выступил действительно достойно, представил Россию. Просто единственное, почему у меня вот тоже, я присоединяюсь к Юрию Лазе, почему действительно не могли найти именно наших авторов, они бы могли действительно с каким-нибудь, пусть даже на английском языке, более понятном, Европе, да, языке, но как бы подоплёку текста и вообще проявить именно российскую такую культуру и широту души мог бы написать и автор на английском языке, но наш, российский. Вот именно, потому что всё равно иностранцы думают по-другому, да, а наш автор, он всё равно русский человек, у него душа и менталитет такая русская, и он бы мог бы на английском языке, но написать с какими-то русскими корнями, с какой-то русской национальной музыкой, что ли, вот именно вот это я хочу сказать. Вот, а то действительно получилось так, что мы купили песню у шведов, французы сделали шоу, а от России как бы ничего нет. От России только вот видеоряд, что наш российский парень с русской фамилией, и как бы вот в этом, может быть, надо было бы подумать, и как бы вот даже даю бесплатную консультацию и дарю идею, если я в следующем году буду делать конкурс, то действительно можно так это придумать.